всем добрый день надеюсь меня видно слышно это наш новый такой опыт новый курс сегодня и наверное ближайшие занятия мы поговорим о такой замечательной теме который я уже частично озвучил но для англоязычной аудитории так что я думаю это будет полезно знать и всем русскоговорящим людям это построение дебютного репертуара но не на основе каких-то конкретных дебютов а на основе определенных философий некоторые люди как бы склонны считать что я вот такой экспериментатор в дебюте я много чего экспериментировать и что-то еще вот это действительно было это было свое время времена тогда были другие но в принципе я не считаю что мой подход к дебюту во времена когда я уже был более-менее сложившимся шахматистом был как был каким-то особенно необычным но тем не менее я немало времени задумывался в принципе о том как вообще можно подходить к изучению дебюта как формировать дебютный репертуар конкретно под себя они они вообще да вот и вот на эту тему мы с вами тогда ближайшее время и поговорим по моим наблюдениям вообще откуда у молодого шахматиста но мы в основном ориентироваться на молодую скажем так аудиторию до возникает идея изучить тот или иной дебют дебютов много тем не менее быть и мы каким-то образом делаем тот или иной выбор почему мы изучаем именно этот дебют почему именно этот дебют у нас занимает какое-то основное место в нашем репертуаре очень часто у большинства молодых шахматистов и не только молодых какого-то четкого критерия какой дебют они хотят играть на самом деле нет и отталкиваются люди от достаточно таких простых вещей да то есть или допустим там показал там отец друг брат кто-то из семьи да или или тренер если ходит там какой-то спортивный кружок или куда-то еще ли заниматься с кем-то по интернету вот или допустим какой-то не знаю любимый шахматист предположим дату и скажем так вот если бы наш патист и человек начинает невольно копировать и его дебютный репертуар это тоже возможны подход например расследование современным трендом но это может быть на более так продвинутых ступенях но тоже такой достаточно часто встречающийся подход то есть что это такое это шахматист который внимательно следит за дебютными трендами на элитных турнирах на самых крупных и естественно панела лично делает заключение что раз топа топовые шахматисты играют определенные дебюты на большинство топовых шахматистов работает бригада чуть менее топовых шахматистов которые помогают соответственно все это дело проверять и конструировать соответственно можно вполне логично доверять подобной системе и можно просто следовать и из предложенных выбрать просто то что более по вкусу да то есть если там все играют работе на игре значит это более-менее надежные дебюты но мне вот чуть больше на при нравятся ракозе начальника травы если почему-то граница там голландскую принтер ферзи или истрандийск по каким-то причинам реже играет наверху я не буду думать почему я просто буду буду считать что возможно там есть какие-то трудно отыскиваемые проблемы или есть какие-то иные иные причины почему скажем так эти дебюты в меньше меньше в моде и употребляется реже все вот эти подходы они в принципе возможны я не думаю что какие-то из них плохие какие-то из них обязательно лучше то есть еще раз повторю примерно да откуда мы можем взять идею как нам строить эпидемии играть дебюты то есть это либо приходит из нашей семьи из нашего круга общения либо тут очень часто приходится каким-то тренером с которым вы занимаетесь либо вживую либо по интернету это приходит если вы читаете литературу изучать и творчество каких-то шматистов и вы просто начинаете копировать какого-то любимого шматиста в том числе в плане дебютов и если вы соответственно внимательно следите за современной модой и просто рейтись выбирать то что играют топовые игроки добрый день дорогие друзья как я говорил на прошлом занятии мы от творчества хосе рулика по банке потихонечку перейдем к изучению других вот и выдающиеся шахматистов прошлого но сегодня мы как ни странно посмотрим его партию но это та партия которым проиграл этот тот шахматист чьё творчество мы будем изучать ближайшее время это наш замечательный патриарх советских шахмат михаил мосеевич ботвинник с моей точки зрения очень интересная и такая по-настоящему знаковая и историческая фигура чек с которым не безусловно было бы интересно пообщаться поиграть что-то такое вот ну вот не заон он как он как-то у меня очень так стоит особняком скажем тогда ботинник умер девять девять девяносто пятом году когда я уже принципе активно играл выполнил нормы гроссмейстера и был в общем-то каким-то молодым юным подающим какие-то перспективы шахматистом но мы не пересеклись то то есть он уже был достаточно пожилом возрасте видимо отошел от какой-то полностью спортивно-тренировской деятельности и на его знаменитой школы я не попал в силу юности а тогда когда мог бы на них претендовать и попасть то уже они им не проводить поэтому так и получилось что мы вот со всеми пересеклись не пообщались и сегодня мы посмотрим партию который был сыгран на замене на заметом авра турнире в 1938 году разница между этими чемпионами составляла внушительные двадцать три года то есть это надо прекрасно понимать что был достаточно юный особенно по меркам тех лет ботвинник и уже такой пожилой мой можно сказать так чемпион мира по банке был уже 50 лет на вот так что его уже такие достаточно преклоны ли в преклонных летах был такой скажем так спортсмен по тренингу был 26 и 27 в общем так что разница существенная но мы сейчас не об этом мы не про то как более юно обыгрывать более старого что чаще всего и происходит да мы посмотрим просто за ходом игры и посмотрим как какие принимались в какой момент кем решение с на парке очень знаменит очень известная я думаю что большинство из вас знакомы с ее финальной позиции она очень часто приводится в качестве упражнений или в качестве восхищения в различных книжках учебниках но особенно те из вас кто их еще застал сама по себе партия конечно интересно не только финальные позиции но и тем как белые постепенно ее сконструировали да потому что на самом деле для нас как шахматистов практиков не так важны восхищение по поводу тем как тот или шахматист эффектно закончил партию что безусловно важно но не но не только это то есть нам еще важно понимать а как именно он подготовил возникновение этой позиции так как выиграть это одно получить выигранную позицию это тоже нелегкий и очень часто довольно длительный кропотливый труд и так